Их труд постоянный, но порой такой незаметный. В воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники жилищно-коммунального хозяйства. Именно они своим трудом делают нашу жизнь более комфортной и приятной. В Ульяновске профессионалы отрасли уже принимают поздравления. Работа не из легких, но от такого ручного труда Надежда Барыбина не бежит. Старательно чистит дворовые улицы вот уже 10 лет. Весной, когда начинает все это таять, грязи очень много, уже ненормированный рабочий день получается. Пока более-менее хотя бы какой-то порядок сделаешь. А зимой это снег пошел, и мы пошли. В 6 вечера, в 8 вечера, в 5 утра, мы и в 5, и в полпятого, и в 4 утра выходим. Хочу похвалить нашего дворника. Работает лучше всех. Утром раньше всех встает. И пока не сделает свое дело, в любую погоду работает. Самый лучший дворник в нашем городе. Скромный труд заметили не только во дворе. Надежда Барыбина принимает благодарность федерального министерства. Да и сам профессиональный праздник дал повод сменить спецодежду на платье и костюмы. В торжественном зале сантехники и дворники, электрики и сварщики. Александр Бусыгин, например, ликвидировал аварию на теплосетях в рабочем поселке Теринга. Ну, ребята работали, да. Там грязь, вода горячая. Правда, и мороз еще. Там было, по-моему, за 30 градусов. Было очень тяжело. Но за двое суток коммунальщикам удалось сделать невозможное. Они заменили 150 метров трубопровода. И снова пустили тепло в дома терингульцев. Сегодня хочется сказать огромные слова благодарности им за то, что они и в мороз, в лютый ветер, и в грязь, и по поясу жижи, и на обледенящих ветрах, на опорах электропередач работали по устранению этих нештатных ситуаций. Они занимались уборкой городских, сельских дорог, обеспечивали проезд скорой помощи. Их труд постоянный, но порой незаметный для жителей. Вошли в отопительный сезон вовремя. Электричество, вода в домах – все их заслуга. В коммунальной отрасли региона более 24 тысяч сотрудников. Именно вы, об этом надо всегда, не стесняясь громко говорить, обеспечиваете уже, казалось бы, столь привычные, но такие жизни необходимы каждому человеку. Чистую воду, чистый воздух, свет, тепло, сохранность окружающей природы, чистоту и порядок и в домах, и в городах, и в населенных пунктах. Елена Тимонина, Элла Шахова, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск.